здравствуйте друзья у нас гости но представляйтесь слева направо с девушки начинаем александра давид дэвид 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 александра живет уже сколько в америке 7 лет вы как сюда попали то есть вы воссоединились в жившей в америке маме мамы так давид попал сюда как давно впервые я попал сюда в 2010 году приехал по программе j1 виза познакомился с будущей женой в то время приехал три недели назад уже в качестве мужа в качестве жениха а сейчас хорошо вы откуда приехали москва до этого вы где были москвич до редкий вид коренных вообще я вот пожалуйста нас есть значит александра нас откуда вы из казахстана а что джамбулом бог это было вроде поэт вроде так приличный человек не знаю вот они делали раскопки значит александр вы чем занимаетесь то расскажите я вечно студент а в смысле вы живете на что зарабатывать на жизнь чем ну вот расскажите похвалиться нечем в общем сферу услуг да нет хорошая работа голодная не остаюсь всегда сыта я вспоминаю какой-то там письмо читателя какого-то в редакцию советской газеты вот он там я работаю поваром мы не воруем но я не ворую но на продукты мы не тратимся у нас не за серии но кормят нас там тоже раздают если осталось чего отдают ребят вообще но вы не подниду что поправились как-то сильно на пицце американская так не вижу но вот все так говорят я там как это не говорят не вырос вы не поправляетесь можно будет больше покупать здоровое питание просто как-то я не знаю видимо мы все это и работаем давайте вот чего сразу сакраменто столько лет живете или вы сначала там в нью-йорке были начали а вот сакраменто вы уже тоже года три скажите ребятам пару слов про сакраменто потому что сакраменто это некий такой знаете знаковый город потому что там все дешево и там много русских и вот может ощущение такое многих сладость вот если поводу сакраменто уже можно английский не учить и за три копейки все купить там дом там еще что-то и и там а вы вы не баптист не пятидесятник вы сами по себе без этого хотя на вас там не обижают не было абсолютно нет ну как сказать ну а у меня например мама она здесь уже стало здесь ну просто потому что она сочи мы познакомились и он как-то понял она что поддержать его пару слов ребятам скажите про сакраменто вот если человек где-то живет в казахстане в россии украине ну где-то он живет и вот он попал сакраменто вот что это как что как это сказать native of sacramento так скажите два слова я не знаю мне нужно правду говорить но мне просто само для меня мне сакраменто не нравится почему уже скажите или в сравнении с нью-йорком не нравится если сравнение да если сравнивать допустим сейчас вы мне сказали хочешь поехать в нью-йорке я сказала бы да а че же вы не поехали ну у меня семейные обстоятельства не получилось да а так конечно вот мы сейчас уже с мужем решили что если так получится что работа где-то будет в большом городе то даже не задумываюсь очень тяжело если нет машины то все ты вообще без ну это понятно но ну хорошо есть машина дальше не там это особенно понятно потому что даже до магазина дойти это город такой очень обширный как вот вы в каком-то видео выразились он размазан размазан да и чтобы но тусовка есть работа есть зарабатывается там но опять же работа в основном тракисты водители траки на тракерах хорошо зарабатывают типа что 60 78 100 но это опять же в зависимости если есть семья ты тоже большой вопрос то есть хочешь ты ездить потому что если ты поехал то это уже семью ты не видишь и есть растая хочешь больше заработать нужно ездить на длинные дистанции то есть опять же если нет семьи то это конечно да заработать можно и дом купить действительно не такая проблема и хорошо жить и питаться и в общем вообще не позвольте себе все что хочешь ностальгии по казахстану не исправить и так на всякий случай спросил не знаю нет потому что как-то хоть и остались родственники но просто вспоминая как жили раньше как здесь это конечно колоссальная хорошо переключаемся на давида вот это имя давид она у вас откуда пришло и близко имя не вновь резко это ну понятно а вам лично ну как но более судьбы отец мой еврей а у китай как бы облегченная такое иммиграционная ну собственно и так через брак то вам еще проще ну да вот то есть отец еврей сказать пусть мой мальчик доходит чтоб все знали что он еврей дразнили бы его и говорили езжай в израиль жидовская морда или там вам не говорили такого в детстве но говорили до определенного момента все-таки стоял за себя поэтому хорошо а сейчас вот допустим москве нет такого вот скажем у еврея течение что его обижают или какая-то сволочь вокруг очень спорно здесь нужно разделить отношения молодежи и отношения старшего поколения старшее поколение еще полностью повязано в этих стереотипах и есть и с этим сталкиваешься порой даже когда представляешься думаешь вообще человек не антисемитный случай да а молодежь нет молодежь там другие стереотипы что евреи все богатые евреи все умные хорошие семьянины у молодежи немножко по-другому по крайней мере у москвичей приезжая молодежь они все-таки тоже живут стереотипами прежде то что я же я-то ежедневно практически получаю ну так в изрядном количестве значит по этой тематике вот поэтому явно от молодежи не от пожилых значит по те кто постарше они просто отрицают сам факт того что как-то при при коммунистах там скажем евреев там было хуже чем не евреев его специально доставали они просто не понимали они не видели этого сами где-то может понимать да а вот например молодежь а просто озверевшие отморозки и они как бы так их вся жизнь состоит то чтобы где-то раскидать какашек вот и это как бы одна из линий да ну хорошо у меня даже такое ощущение что это видимо органы как-то работают потому что 90 процентов дерьма самого паскудного дерьма идет от людей которым дают там имена такие явно мусульманского типа татары башкиры киргизы и вот такого плана то есть от них идет любимая доля вот это вот я я думаю что подстава такая идет то же самое как например когда мы видим как блогеров русскоязычных банят и мы видим откуда это идет все это поголовно идет якобы с украины и я думаю что это тоже как бы топорная работа вот этих вот органов которые значит уж на украине люди меньше всего заинтересоваться чтобы там наш нашу братву на что порезать будет как раз с их стороны баррикады в основном поэтому вот как-то так я не знаю но постоянного отношения нет либо ну если так обобщить то диаметрально противоположное отношение то есть либо очень хорошо и я люблю евреев и мои родители любят евреев и евреи самые хорошие либо диаметрально как бы наоборот что если в кране нет воды виноваты кто значит существенно я вам скажу по сравнению с нашими временами то что тебе пофигу и ты можешь даже и морду ему не бить а просто заниматься своими делами то что нашим нельзя было своими делами заниматься они те не давали они тебя не брали на работу не брали в институт они они те просто перекрывали кислород полностью то есть просто выжили не было много евреев там россии насколько там было три копейки вот и к тех кто выживали поэтому давайте мы значит вы приехали сюда с акрамента и решили что в тестеры а почему почему вас вот я пошла приехали поговорить за за жизнь тестирования но что вас собственно натолкнуло на тестирование основной импульс это наверное все таки у меня всегда была мечта у меня всегда была мечта связать свою жизнь свою деятельность профессию с чем-то связанным с информационными технологиями с компьютерами это абстракция конкретно тестирование тестирование приехав сюда я думаю я я задался вопросом что я умею лучше всего и что для того чтобы это можно было продать на этом заработать денег так и понял что я чувствуешь такой еврейский разговор я подумал где бы взять немножко заработать гелд нет но если я приехал сюда я же и понял что эта сфера деятельности мне наиболее интересный раз откуда вы узнали что есть такое а так как как узнал да изначально вообще я искал в гугле работу подел ключевые запросы что-то вроде android или там а его основу вот в эти операционной системы и его предложил работу к вот и еще раз как я не знаю тестер тестер и киви и образование вас какой выше какой менеджмент у меня экономическая вам лет и сколько 24 уйти маленькийся такой здоровенный мужик пугай достаточно вот 24 года значит подождите менеджмент то есть профессии практически а по-английски вы как фактически без профессии но скажу так с письменностью хорошо с пониманием но на слух речь тоже неплохо в строктовка интерпретарного что-то говорить уже какие-то связанные длинные речи да не очень хорошо какими-то короткими фразами без проблем без проблем да а вы уже на курсы ходили там до встречались да мы хотим дам изучали ну во первых я в москве у меня как так сложилось что у меня еще в школе по всем предметам ну в младших классах и старших было не всегда хорошо а вот по английскому всегда был хорошо и плюс еще заканчивал курсы в москве ну плюс здесь ну как ну хорошо давайте так вот вы хотите быть тестом вот ребята прикатили из сакраменто сегодня их привезли наши ребята вас так кто-то из недели сами жена привезла на чем на автомобиль нормально ну хорошо значит вы приехали из сакраменто два часа езды минимум это без трафика значит поговорить о школьных делах но как вы себе представляете вот вы будете здесь жить на два дома или вместе переедете или как как вы себе представляете тут тут надо рассматривать наверное какой-то идеальный вариант или промежуточный или вы давайте с идеального ну в идеале конечно это найти здесь работу и уже жить здесь вместе так на самом деле это значит что александра должна найти себе здесь работу до вы заработает пиццерии то считаешь работу не уже есть до что тоже мне тоже мне там челлендж вот она может даже вас подгребать туда напомню а вас одна машина ну хорошо значит то есть вам нужно на самом деле пара месяцев перебиться здесь на месте пока вы начнете заработать в этом 15 долларов день на практике потом еще пару месяцев когда начать заработать 30 долларов и на работе там уже как-то вы немножко вздохнете а то бы из вас еще тоже сделаю нет но я хочу детишек поэтому я хочу я готова сейчас пожертвовать собой вложить все в него чтобы потом это что-то получилось сколько детишек хотите двое-то точно я хочу больше я хочу ну правильно конечно это три да да но но это как бы сказать в мечтах умеет только в мечтах у меня всего одна девочка я на внуках отыгрываюсь скоро скоро вторая будет мучка да спасибо ну еще еще нечего к нету ладно народ давайте мы вот чего сделаем мы так у вас показали пусть народ он там какие-нибудь пишет комментарии вообще видели наши видео какие-то я видел вы к своему видео приходите и отвечайте на комментарии чтобы не получилось как найти как найти ну вот вы там пишите то я вот и пусть они вам там вопросы задают вот а мы так сейчас это самое перекинемся и а дальше будем только так показывать вас что с вами дальше происходит вы будете героями такого сериала потом деток на родите детка покажу вот а люди будут следить за нами там из года в год у нас будет как знаете передачи там дом 3 дом 3 дурдом до до дурдом 3 да хорошо мы сделаем так значит вы левой рукой а вы правый вот так вот раз его так вот делаете вот так вот левый правый путаете левый левый да ну да еще еще и все привет